Запись, не запись, точнее, демонстрация. Значит, смотри, значит, помимо прочего мы с тобой еще не рассмотрели, когда говорили о конфуцианстве, пять канонов. Это достаточно такой специфический подбор, состоящий из пяти литературных произведений, которые по традиции считаются, что сам конфуцианство их обрабатывал. Ну, то есть, на самом деле, они, конечно, существовали уже в ту эпоху, когда конфуций им был, но они, тем не менее, при этом еще и все-таки при нем и дорабатывались. И им, очевидно, в какой-то степени систематизировались. Значит, у нас самый первый здесь идет, это Идзин. Ну, Идзин это самый известный, это как бы книга перемен, так называемая. Идзин это такой, скорее, гадательного содержания книжка. Вот, Идзин как трактат. Вот, Идзин одно из значений, трактат канон. Вот, а Идзин это меняться, изменять, как ты знаешь, сменять, обменивать. Ну, у него есть еще некоторые другие значения, но есть, в общем, книга перемен. Вот, следующая часть, это Идзин, это один из крупнейших памятников ранней китайской поэзии. Там не только отнюдь поэзия эпохи, про которую мы с тобой говорим, да, эпохи Джоу. Ну, точнее, как, там не только поэзия эпохи восточного Джоу, там, очевидно, и раннеджоуские всякие есть штуки. Вот, но оно постепенно, в общем, скапливалось, скапливалось. Ну, и вот, согласно преданию конфуцианскому, конфуций как раз обработал вот этот вот набор текстов. И убрав часть из них, он, соответственно, сделал из этого такую вот систему из нескольких разделов, которые между собой не очень-то и связаны. В принципе, ну, есть мнение, что Идзин именно является древнейшим памятником китайской поэзии. Там есть некоторые, возможно, споры по этому поводу, да? Ну, очевидно, что Идзин включает в себя как раз пласт, ну, по крайней мере, один из древнейших пластов. Значит, ну, Ши, которое как стихотворение, которое вот такое вот, ну, в сокращенном варианте Ши. Итак, Ши, Дзин. Значит, Ши, Дзин, это у нас книга песен. Дальше, Шу, Дзин. Шу, Дзин, это у нас канон, ну, как бы, дословно, книжный канон, да? Ну, обычно переводится книга, канон документов. Значит, собственно говоря, это такая подборка по истории Китая, ну, в значительной степени очень легендаризированная. Там вот упоминаются всякие вот эти вот товарищи, про которых я тебе говорил, всякие эти ранние совершенно мудрые государи, совершенно легендарного такого свойства. Вот. Ну, тем не менее, Шу, Дзин стал достаточно важной составляющей китайской истории. Ну, там, помимо описания событий, есть еще всякие политические проекты, описание того, как лучше всего править государство. Такое вот Шу, Дзин. Значит, далее. Далее у нас там Ли, Дзи. Ну, Ли Дзи, это книга церемоний, Ли, это ритуал, церемония. Китайцы, конфуцианские именно китайцы, они были большие любители этого дела. Вот, мы с тобой говорили, что, собственно, в рамках конфуцианства ритуал исследования всяким этикетом и приличием, оно было возведено в весьма высокую степень, и воспринималось как абсолютно практически необходимость. Вот. Чем конфуцианство отличалось довольно серьезно от некоторых современных и мудрихих учений. Вот. Ну, и, собственно говоря, дальше Шун-Тсил. Шун-Тсил – это, собственно, летопись, которую написал Конфуций, как считается, летопись царства Лу, потому что именно из царства Лу происходил Конфуций. Вот. И вот по этой, по этой летописи, как раз вот этот первый период этого самого, первая, первый период эпохи Восточной Джоу, он так и именуется. Вот. Повторюсь, он у нас из царства Лу. Царства Лу сейчас... Так, зайдем. Царства Лу. Вот. Княжество. Вот оно родимое. Значит, вот оно располагалось здесь, ближе к Желтому морю. Вот. Как я уже говорил, княжество было не самое мощное, но очень гордившееся своими традициями, такими вот старыми, добрыми, связанными с службой еще в рамках единого Джоуского государства. Вот. То, что я хотел добавить про этот самый, про период Чуньцю, про Конфуций. Смотри, еще такой момент, что сколько занимало вот все вот эти царства от современного Китая, вот можешь увидеть. То есть, это территория нынешней, вот, так сказать, центрального Китая. Если мы берем, как, вот, если мы Синьцян-Тибет-Ценхай воспринимаем как особый субрегион, то это вот территория, это и не самый север, это и не самый юг. Вот. Имея в виду, что даже самое южное царство Чу и царство У, которые оба, в общем-то, были, ну, они, конечно, условно говоря, китайские, с сильным влиянием китайской культуры, но и со заметным влиянием культуры народов в Азии. Вот. Так вот, они, как видишь, были очень далеки от того же Хайнаня, то есть, в целом, они были, условно говоря, южные, конечно, вот эта вся территория Южного Китая может быть в тот момент вне этого самого. Ты можешь выбрать или убавить микрофон, который я себя сильно хорошо слышал. Вот. Значит, суть такая, что долина Янзы, вот видишь, где у нас реки великие в Китае, да, Хуанхэ, Янзэ, вот Чанцзянь, которая она же, а Чанцзянь, он у нас Янзы. Она, ее долина была освоена в высотчасти, да. А, грубо говоря, территория полношнего Китая, это вот немного к северу от долины Янзы, и, ой, прости, немного к северу от долины Хуанхэ, и немного к югу от долины Янзы. Вот такое примерно. То, что называется вот центральная китайская равнина. Джунгвянь. Есть такой термин. китайская география. Сейчас, секунду. Вот. Ну вот. Джунгвянь, значит, центральная равнина, да. Центральная равнина Китая, вот это вот, собственно говоря, такой термин, который в основном охватывает вот эту вот, вот эту территорию. Как видишь, тут вокруг горы, ну, на юге не так, чтобы сильно горы, но там тоже арелье другой несколько. А вот тут вот у нас как раз китайская цивилизация развивалась. Вот. Ну, мы двигаемся дальше. Дальше у нас с тобой идет... Я говорю, можешь убавить микрофон? Выключить где-то. Квакает, квакает, квакает. Ну, смотри, ну, сам как если выключить, то все очень просто. Нажимаем и все. А, ну, вот все. Если будут вопросы, то включай, конечно. Потому что у меня квак-ква-ква-ква-ква вот такой вот, ну, как-то, несколько. Взбивает. Ну, и вообще звук странный. Значит, мы с тобой разобрались, что вот какая-то территория. Ну, а теперь переходим к следующему периоду. Дело в том, что за периодом весен и осеней достаточно четко просматривается следующий период, про который мы, по-моему, с тобой говорили, который у нас в русской традиции либо передается прямо по-китайски джаньгуа, либо его переводят в период сражающихся царств, или период борющихся государств. Когда он, строго говоря, начинается, есть разные точки зрения, вот, собственно говоря, по поводу начала периода джаньгуа среди историков существует два мнения основных. Первое, первые считают, что надо начинать джаньгуа, ну, собственно, от завершения хроники Чуньцю, конфуцианской, в общем, конфуция умирает около 1475 года, и в итоге, так сказать, изменение вот этой вот ситуации, оно полностью меняет расклад в целом, ну, потому что, собственно, сам термин, название предыдущей эпохи, Чуньцю, да, весной и осени, это летопись конфуция, следовательно, как только летопись кончилась, надо начинать следующий период. Логика достаточно понятная, но есть другая точка зрения, согласно которой все не совсем так, согласно которой следует отчитывать от важного политического события, а именно распада царства дзынь, значит, царство дзынь, которое было достаточно серьезным, таким вот актором в северном Китае, в центральном скорее, но после определенных событий они между собой переругались и разделили страну на несколько частей, значит, раздел произошел между семьями Хань, Джао и Вэй, таким образом возникли, собственно говоря, три царства, да, это Хань, Джао, и Вэй, вот, они разделили вот это прежде крупное государство на три части, вот, и распад царства дзынь, он, конечно, серьезно, сыграл очень большую роль, потому что дзынь было царство большое, вот, видишь, в эпоху как раз Конфуция, ту карту, которую мы с тобой только что смотрели, дзынь занимала огромную территорию на севере, скажем так, ареала вот этого вот, в котором происходили события, и, кстати говоря, фактически огибала собой удел Джоу, тот самый удел, который оставался еще у джоуских правителей, а потом в силу внутренних противоречий между, ну, как бы мы сказали, олигархами дзыньскими, аристократией наиболее серьезными игроками политическими, они царство-то попилили, попилили его на три части, вот, ну, и получилось, собственно говоря, то, что получилось. Это был важный такой эпизод, потому что, ну, фактически это серьезно изменило баланс сил, но это только одна сторона минали. Другая проблема того времени, она заключалась в том, что, в принципе, постепенно менялся сам принцип. Если до поры до времени отношения все-таки были, как я тебе говорил, в эпоху сражающих, в эпоху Чунь-Цю, в эпоху весен и осени, все-таки, ну, доминирующей точкой зрения было то, что, дескать, страна-то все-таки скорее единая, а вот эти все правители, они, вот, все-таки являются подданными вассалами Вана Джоуского, вот, ну, кто-то из них может стать иногда гемоном, чтобы, дескать, помогать Вану и, там, какие-то дела совершать, но в целом, все-таки, речь идет про то, что Китай более-менее единый, а вот в эпоху сражающихся царств, или борющихся государств, или просто Джаньго, так сказать, подход изменился, то есть, стали уже относиться скорее именно к Китаю все вот эти вот правители, как, ну, в общем, к такому вот конгломерату отдельных государств, из которых одно может и должно очевидно объединить все остальные. Вот, и вот этот вот расклад, он внес колоссальные изменения, потому что в эпоху Чуньцю, имея в виду, что границы царств обычно оставались более или менее стабильными. Ну, не принято было отнимать у соседнего царства какие-то особые территории. Вот, а? Угу, Джаньго. Царства начали друг друга щемить, что называется, и отхватывать друг от друга куски, по возможности. Крупные царства стали поглощать мелкие царства, то есть война стала уже другой, если до этого это было скорее выяснение отношений, то в период сражающихся царств это уже была война вполне себе такая между государствами, которые стремились друг друга поглотить. Вот, значит, тут отчипятки есть, как видишь, он, конечно, никакой не Джонгшан, да, он Джуншань, по-китайски будет, Джуншань, никакой не Джонгшан, но это особенности, опять же, плохого знания транскрипции палладиев. Значит, как видишь, царство Лу к этому времени скукоживается постепенно и становится совсем небольшим. Джоусский надел тоже небольшой совсем, ну вот, а постепенно, в общем, ряд царств начинает усиливаться. Мы с тобой не будем разбирать, конечно, все перипетии того, кто с кем как воевал, но мы лишь отметим, что постепенно такими вот явными претендентами на роль объединителей стало два царства. Это царство Цинь на Западе, и царство Чу на юге. Кстати, имею в виду, что вот эти вот джоусские правители, их дом, их династия прекратилась в 256 году. Династия Джоу прекратила свое существование в 256 году, но по большому счету в новой вот этой политической действительности эпохи сражающихся царств это прошло практически незамеченным, потому что уже политическая система изменилась, то есть уже речь шла о том, что, ну, дескать, в общем, каждый правитель был уже сам себе молодец, а джоусский ван уже даже свои вот эти вот функции главы культа он уже отчасти по крайней мере потерял, поэтому в 256 году его прекращение династии Джоу и, соответственно, исчезновение вот этого джоуского государства в принципе оно было ну, в общем, практически с политической точки зрения по крайней мере не замечено, но имею ввиду, что период сражающихся царств закончился в 221-м, когда император Цинь-Шу-Анди из династии Цинь объединил страну, поэтому если ты и твои ученички будут натыкаться на то, что период Джоу то ли заканчивается в 221-м, то ли в 256-м, ну, тут имею ввиду, что в 256-м действительно закончилась династия Джоу, но к моменту своего исчезновения она уже не имела больших политических прав и возможностей, поэтому ее, собственно говоря, исчезновение, оно не сыграло большой роли, а в 221-м году Китай вот объединился наконец после этой долгой раздробленности, поэтому есть разные подходы, повторюсь, к этому самому делу. Идем дальше, значит, у нас период рожающихся царств, ну, можешь себе быстренько зафиксировать, значит, сначала правители начали себя именовать ванами, вот, ваны это, собственно говоря, высший на тот момент титул, да, высший титул китайской системы вот этих всех правителей, вот, самый высокий на секундочку был ван, да, несколько ниже стоял, до этого, например, в период Джоу, до, вот этих событий 4 века, там, 300-х годов, высшим титулом обычно для правителей вот этих вот государств был гун, сейчас гун, ты, наверное, скорее знаешь, типа, гун-гун-си-дше, но, кроме этого, гун, сейчас, погоди, вот, князь-герцог, такое значение было, вот, гун, это, собственно, дьюк, да, это был титул как тех правителей, которые были весьма и весьма сильны в периоды вот этих всех перепяти предыдущих, а здесь достаточно уверенными темпами стали себя ванами, то есть высшие себя наделять властью уже правители отдельных государств, и, собственно говоря, сначала это сделали царство Вэй и Ци, сейчас мы на карте найдем, вот, Вэй, сейчас снимем Ци, вот, Ци, вот, Вэй и Ци, вот, потом это сделали правители некоторых других царств, до этого, собственно, вана было два, это был ван Джоу, который правил в уделе Джоу, да, и, ой, и кроме него еще на особицу было царство Чу на юге, вот, чуские правители себя ванами тоже достать, еще раньше объявили, но царство Чу, оно было поскольку связано с Джоу, и по большому счету развивалось в значительной степени самостоятельно, вот, я уже говорил, что вот эти южные царства Чу и У, они, конечно, были связаны с Китаем, они там была, собственно говоря, развита китайская значительная степень культура, но они все же были своего культурного облика, вот, и традиция в них была достаточно такая, мягко говоря, спокойная по отношению к Джоускому двору, какого-то уж крайнего пиетета к нему они не испытывали, поэтому Иванови себя провозгласили несколько раньше, чем на основной вот этой территории царства, вот, значит, в итоге вот этот вот переход к новому титулованию он окончательно похоронил, он окончательно похоронил старую систему, и тут же начинается, ну, во-первых, царство Чу усиливается, вот, и царство Чу расползается, увеличивается вот это южное царство, но кроме этого усиливается и царство Цинь, в итоге Цинь ведет, вот, видишь, в 316 году Цинь разгромила большие территории, но слабые в военном отношении царство Ба и царство Шу. Циньцы были, они такие своеобразные были ребята, их территория, которую они, собственно, контролировали, она была, как ты видишь, периферийной, это была западная, западная часть бывшего вот этого китайского мира, и собственно, старая столица, которую вот, из которой был переселен центр власти после западной Джоу, период восточный Джоу, он, этот перенос столицы был чрезвычайно болезненным, как мы помним, для китайской цивилизации, но вот Циньцы, они жили в районе этой самой старой столицы, они по понятным причинам были очень сильно связаны со всякими этими самыми товарищами, которые варвары, воспринимались как варвары, имеется ввиду, китайцами, вот, кочевниками, и кочевники эти, естественно, что влияли, не могли не влиять на китайскую систему, потому что, ну, и традиции этих самых, военные традиции, там, военные традиции, в том числе, в кавалерии и так далее, у Циньцев развивались, но это одна составляющая, то есть, одно из слагаемых успехов в Циньцах, очевидно, были заимствования вот у своих соседей, у так называемых варваров, да, то есть, у вот этого вот уже кочевого значительной степени в тот период населения, которое жило к северу, к царству, к северу, к западу еще, от царства Цинь, ну, примерно вот на этой территории, имею ввиду, что вот это вот излучина Хуанхэ, Хуанхэ течет, течет, потом она резко забирает на север, а потом дальше идет, значит, в на юг, так вот, значит, Цинь имела тесные контакты с племенами, которые жили здесь, и это излучина называется Ардос, Ардос, это монгольское, если я не ошибаюсь, слово, так вот, собственно, Циньцы, они, очевидно, с этим древним населением Ардоса довольно тесно контактировали, развивались, совместно имели, как, собственно, нам источники сообщают, определенные, даже, брачные отношения, и, понятное дело, что в таких условиях это положительно влияло на обороноспособность и, в общем, возможность завоевания для царства, но понятно, что не только из-за этого они оказались на высоте, наши дорогие Циньцы, они, как вот, видишь, расколотили царство Шу, царство Ба, и увеличили свои размеры, но штука в том, что кроме всего вышеперечисленного, конечно, гигантскую роль для государства здесь сыграл легизм. Легизм это у нас, как ты помнишь, одна из идеологий, одна из философских школ, которая ставила в основании всего, собственно говоря, концентрацию сил максимальную в руках одной вот этой вот государственной машины, вот, с тем, чтобы максимально собираемые урожаи позволяли содержать хорошую армию, армия должна быть довольно-таки ну, с одной стороны большой, с другой стороны дисциплинированной, постепенно в Китае в этот период отходят в прошлое колесницы, то есть, на самом деле их, очевидно, еще используют, но используют уже в большей степени как дань традиции. Вот, и циньское владение начинает стремительно расширяться. Из владения такого полупериферийного и совершенно ну, не то, чтобы заштатного прямо, но второстепенного и воспринимаемого кстати отчасти такое даже полуварварское, особенно вот этими вот восточными царствами, которые были, что называется, ну, по крайней мере, изрядно связаны с джоуской культурой. Так вот, воспринимали их фактически как некоторые полуварвары. Но циньцы в принципе воевать умели и начинали расширять свои владения. Расширяли, расширяли, вот, и основные вехи этого расширения сейчас зафиксируем. Можешь себе, ну, то, собственно, такой вот итоговый финишная прямая, что называется, для вот этого вот война была жестокой и последнюю финишную прямую под ней подчерк подвел уже последний правитель, про которого мы сейчас поговорим, которого звали Инджен, но впоследствии он себя именовал Циньшу Хуанди. Вот, то есть сначала он завоевывает царство Хань, вот, давайте карту, много их возьмем вот эту с неправильной транскрипцией, вот, сначала, значит, пало царство Хань, вот оно, да, пало царство Джао, там описано оно, пало царство Вэй, Чу, и последним, в принципе, захватили царство Хань, вот оно на севере, я тебе говорил, что Ханьская столица была практически на территории Пекина, это, в принципе, скорее, ну, такой вот, первый город столичного статуса на территории Пекина, вот, ну, наконец, ну, тут вот, последним было завоевано, тут написано Ци, а не Янь, ну, это, так сказать, там, они примерно одновременно шли боевые действия, некоторые считают, что все-таки Янь последним завоевали, потому что оно было самое северное, и последние очаги сопротивления подавляли именно там, ну, а если считать, что последним завоевали Ци, то вот здесь вот, тоже, в принципе, получается, восточный, северо-восточный регион, так, Цицы всех победили, благодаря Чим, ну, как я уже говорил, огромную роль здесь сыграл, конечно, лигизм, значит, был такой деятель, как Шаньян, вот, Шаньян, который сумел провести, как раз, который, на самом деле, насколько я помню, был, да, он был вполне себе уроженцев царства Вэй, он не был Циньцем по рождению, но, в итоге, он оказался в царстве Цинь, где правил тогда такой Сяо Гун, ну, имея в виду, что, видишь, он носил титул Гун в тот момент еще, не Ван, на титул Вана не претендовал, ну, и вот, и, собственно говоря, Шаньян провел ряд важнейших реформ, направленных на абсолютизацию царской власти, а также он, так сказать, ну, не то, что осуществил, так сказать, трансфер полномочий, но старался ослабить, с одной стороны, аристократию, ну, как мы видели с тобой, аристократия в этот период, она имеет достаточно большое влияние, вон, могущественное царство Цинь было разделено именно тремя аристократическими собеседними. А с другой стороны, он, наш замечательный Шаньян, он стремится усилить царскую власть, вот, при этом, в принципе, определенные уступки для лидеров, вот, этой вот, землетельческой верхушки общины, они были сделаны, вот, в целом, идеология лидизма, она рассматривала наиболее ценных воинов и земледельцев, то есть, тот, кто воюет или создает продукты питания. Если речь идет про, у нас, про каких-нибудь ремесленников, то, ну, тоже они, тоже, тоже, в принципе, нужны, потому, что кто оружие это будет делать, а вот, уже, ко всяким деятелям искусства, отношение было очень такое, несерьезное, то есть, здесь у нас как раз гораздо проще было, гораздо проще было относиться к этому всему ту эпоху, потому, что культура культурой, но эпоха была очень военизированная, поэтому и деятели культуры действительно могли восприниматься как нечто такое, отчасти вторичное. Вот, значит, вот такой Шамьян, про него знать надо, как ты видишь, ему есть памятник, бюст, вот, конечно, к нему отношение такое, в какой-то степени двойственное, потому, потому, что он все-таки, ну, довольно-таки серьезную роль сыграл в усилении Цинь, а Цинь, как мы увидим, сыграла довольно заметную роль в том, чтобы изменить карту Китая, и после объединения страны Цинь, циньские государи довольно серьезно противодействовали этому самому распространению конкунцианства, это тоже нужно понимать, вот, поэтому здесь такая двойственная ситуация, но вот, в общем, в итоге Шаньян стал одним из крупнейших деятелей своей эпохи, имею ввиду, что фамилия у него как Шан, как магазин, короче, вот, сродимый, вот, но на самом деле Шан, он, Шан, это у нас от названия области, на самом деле он был Гунсунь Ян, звали его вообще, вот, Гунсунь фамилия, Ян имя, одна такая довольно, одна из фамилий достаточно не часто использующихся двусложных, но вошел в историю как Шаньян, ну, имя тоже Ян, значит, отдельный иерограф Ян отслужил, значит, ну вот, Ян до сбруя, вот, в общем, есть у него определенные значения, даже в современном языке, так вот, значит, Шаньян проводит реформы, царство Цинь резко стартует, мы с тобой не будем сильно подробно разбирать там военную историю, кто там кого разгромил, кто чего, но мы скажем два слова про, ну, если в царстве Цинь как-то отношение к культуре было достаточно спокойное после реформы Шаньяна, мягко говоря, это насчиталось чем-то вторичным, вот, в первую очередь должна была расти экономическая мощь царства и становление его как центр производства продовольствия, ну, потому что кормить же эту армию чем-то надо, то в царстве Чу развилась такая своеобразная довольно форма поэзии, как Чуцкие строфы, вот, или Чу Ц сейчас посмотрим в середине четвертого века это наша эра в Чу зародилась литература получившее название Чуцкие строфы, поэтический жанр относительно свободной формы, берущий начало в устном народном творчестве. Ну, Чу это как царство Чу, да, сейчас увидишь как. Вот. Чу, значит, царство Чу, оно вот так вот писалось, и Ц, я понял, Ц, вот, речь, слово, вот, ну, это, получается, сокращенный вариант, не помню. Вот, значит, Чуцкие строфы, и самый крупный деятель для того времени это Цююань. Цююань, или Цюйпин, вот, который жил как раз в поздний, в поздний период уже существования Чу, он не дожил к своему счастью до падения собственного царства, ну, еще лет сорок что-то случилось, но уже в его эпоху была определенная такая вот конфронтация между Чу и Цинь, и, что характерно, Чу скорее в этой конфронтации проигрывает. Помимо того, что Цююань это великий поэт в Китае, он еще и воспринимается как один из символов гражданственности. Вот, потому что в итоге хитростей которые совершали Циньцы, в итоге Циньский полководец Бай Ци захватил, ну, правда, на тот момент еще не до конца захватил столицу Чу. И по легенде Цююань этого собственно не выдержал и утопился. Вот, но как ты видишь это дало традицию достаточно серьезному такому вот празднику, который в Южном Китае вполне себе практикуется. Вот, по народным преданиям местные крестьяне пытались спасти Цююань отчаянно, но безуспешно. Затем они разыскивали его тело и старались отпугнуть от него речных духов и рыб, плеском лодочных весел и барабаном грохотов. Наконец-то они старались кидать в реку рис, как же это предношение духу поэта, также для того, чтобы отлич рыб от его тела. Дух Цююань явился однажды ночью к его друзьям и поведал, что причиной его смерти стал речной дракон. Дух попросил бросать на реку рис завернутые треугольные шелковые пакеты, дабы отпугнуть дракона. Таковое, согласно легенды происхождения традиционных рисовых голубцов дзун-дз. Впоследствии шелк был заменен на тростниковые виски, в которых рис проваривался и употреблялся в пищу. Поиски тела на реке со временем привели форму состязаний в гребле. Причем на каждой из лодок изображался дракон. И вот собственно праздник драконних лодок он связан у нас с Цююанем. Ну и Цююань является действительно одним из первых поэтов, которые у нас созданы, точнее существование которых у нас исторически достоверны. Дело в том, что понятно, что и философы китайские, но из тех, которых проговаривали, они очевидно какие-то стихотворные произведения могли писать и писали. Тот же самый, например, этот Кампуцей, он вот занимался по крайней мере редактированием всех этих вещей. Поэтому, конечно, но именно как крупный такой деятель, крупный поэт, здесь скорее речь идет здесь идет речь о Цююань. вот значит ну праздник давай тоже с тобой посмотрим как он и роблик ему будет. праздник драконьих лодок. праздник конь вот 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 доньку праздник праздник начала лета 5 числа 5 месяца по старому лунному календарю. вот такой праздник праздник в честь нашего замечательного поэта. Быстренько черкани себе первого и двигаться дальше если не помнишь праздник лодок или я покажу м в пыль не ну вот думаешь и написал идем дальше значит дальше у нас с тобой идет что дальше у нас дальнейшей истории мир право его до царство чу в общем пережила этот удар со стороны наших дорогих ценцев но в целом конечно в итоге это было началом конца и окончательный взлет кори происходит во времена правления последнего правителя этого государства как отдельного государства и правителя китая как первого правителя объединенного китая уже 100 и до звали его вообще это и джен правящая династия в царстве цинь она была фамилия им вот такой вот и соответственно он тоже был он тоже был из этой вот в общем им это такая вот фамилия вот и джен был одним из этой фамилии но у него были определенные сложности а дело в том что когда он родился у него в принципе ему пришлось в общем пройти довольно тяжелый период борьбы за власть между собственными представителями там своей семьи в том числе ему пришлось там мать сослать и так далее но это ладно это будет долго у нас времени так много значит его одним из советников становится лисы лисы это в общем у нас деятель как раз кстати говоря родившийся в чу вот поэтому что показывает что в целом конечно у китайцев было вполне себе это сказать трансфер людей и трансфер идей по стране что туда то сюда и люди и чу могли вполне себе ехать цинь работать определенное восприятие вот этого пост джоусского пространства как некого единого оно было и это тоже нужно понимать вот и в итоге значит цинь шуфанди приближает лисы и лисы продолжает такие вот вполне легистские реформы вот такие вот дела а значит ну так же был каллиграфом и так значит достаточно долго лисы поддерживал цинь шуфана и в итоге значит инжен всех завоевал на эти показывал вот периодически его кстати говоря пытались убить ходе еще завоевания китая и даже после но он сумел выжить вот и после победы он взял себе новый титул дело в том что титул вана он достаточно серьезно ну скажем так девальвировал ваны были уже в каждом из отдельных царств и нужно было придумать титул какой-нибудь такой принципиально более крутой принципиально более выдающийся принципиально более мощный и обратились опять же китайской традиции вот в итоге был выбран титул хуанги хуанги ну собственно то что мы переводим как китайское слово император хуанги хуанги вот для сравнения это кстати оказало определенное внимание влияние на японию то же самое в китае вот он хуанги да а и допустим японии он хуанг потому что микадо читается по-моему по японски вот император японии он тоже такой вот хуанг да вот вот то есть тут во-первых взята была вот это вот вот этот термин ди который относится к всяким императором вот этим мифическим древним типа мифического желтого императора и так далее вот ну и хуанг собственно видишь здесь у нас тоже есть ключ ванг вот этот вот как царь но здесь еще сверху элемент вот значит фактически он вводит новый император новый титул который по-русски принято называть императором но честно говоря тут есть определенные условности потому что в римской империи императором ну да мы у нас принято так сказать использовать титул императора и потом в европейской традиции было принято использовать титул императора как некий высший титул выше там титула царя но на самом деле титул императора в Риме он изначально еще даже в республиканскую эпоху означал победоносного полководца не более не менее то есть есть слово империум да империум это власть и вот тот кто своим империумом распорядился грамотно тот и император то есть титул императора он вообще он вообще исторически то не означал чего то сверх выдающегося и даже римские императоры в принципе они ну пользовались другими титулами тоже вот как ты видишь со времени римского императора Августа титул начал приобретать монархический характер однако были еще люди которые получали титул императора просто за свои победы и все вот ну вот правда в европейской традиции потом да здесь это все у нас есть вот значит ну импера империи там потом в истории было все больше и больше вот сейчас единственным правителем который носит скорее титул похожий это конечно наш замечательный японский государь который правда особо прав то в целом не имеет политически вот так вот титул императора даже пожалуй не вполне точен для отражения этого перевода но тем не менее он есть и куда от него денешься вот значит имею ввиду что в этот период продолжает существовать шрифт малая печать постепенно именно в циньский период будет переход более обычному в наше время шрифту который более похож на современный но в принципе вот это вот вполне существовало значит ну Хуан Ди ты тут в принципе узнать можешь вот а вот этот первый иероглиф это собственно у нас цинь как название царства вот которое в современном языке выглядит вот так вот да вот она выглядит вот так ну а здесь она выглядит вот так конечно определенные есть изменения вот значит что же сделал наш дорогой император он сделал полную административную реформу с 221 года он начинает править единолично вот и в итоге он основывает новую столицу столица это у нас город нынешний Сяньян но это возле Сианя прям рядышком вот иногда ты можешь в таких упрощенных книжках найти инфу про то что первое что столицей Циньшхуана был прям именно Сиань но это не совсем точно все таки Синьян он не совсем в Сиане хотя он реально рядышком вот он рядышком с Сианем вот потом уже столица будет перестав Чанани Чанани это собственно говоря Сиань старое название Сиань значит что же он сделал в итоге туда была переселена та часть выживших представителей завоеванных царств которые были в распоряжении в общем я сейчас давай на минутку буквально отойду водички выпью ты себе пока зафиксируй значит что были переселены семьи и вельмож в столицу что не отказались от порядка назначения родственников на этот самый и на важные посты и разделили страну на 36 военных округов сейчас буквально две минутки это зафиксирую я сейчас верну и вот еще ну все вот и вот и в все и все и Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, значит, я снова с вами, что называется. Итак, у нас, значит, есть царство Цинь, которое всех победило. Которое завоевало, собственно говоря, Китай. И провело ряд реформ. Но ты можешь обратить внимание, что, в принципе, та территория, которая контролировала Цинь, она была, конечно, много больше, чем территория всех предыдущих государств на территории Китая. Ну, имеющих в Китае прямое отношение. Но при этом, конечно, гораздо меньше, чем современная КНР. Даже несопоставимо меньше. То есть, это уже по территории, наверное, треть КНР. Причем, имея в виду, что это треть наиболее населенная. И постепенно, в эпоху Цинь, несмотря на то, что династия это будет править совсем недолго, были завоеваны и территории на юге. Да, китайцы еще не добрались ни до Тайвана, ни до Хайнаня. Но, в принципе, сумели поставить под свой контроль, или уж напрямую даже завоевать территорию, получается, буквально вплоть до Хайнаня. Да, ну, то есть, до побережья с обратной стороны. Вот, поэтому здесь, конечно, все это было важно. И это нужно тоже понимать и помнить. Значит, имея в виду, что китайцы Цинь Шхуанди, он сделал следующее. Имея в виду, что вот эти все новые территориально-административные единицы, они были специально сделаны так, чтобы они не совпадали максимально с прежними царствами. То есть, чтобы территории прежних царств были, ну, скажем так, полностью перекроены. Вот, перекроить их стало довольно важной целью для этой реформы. Ну, понять, зачем это сделано, не мудрено, потому что тут есть логика вполне четкая. Китайцы понимали, что, ну, и как все нормальные люди, циньцы, что если предоставить права вот этих вот областей по границам бывших царств, постепенно там будут возбуждаться товарищи, которые будут ходить возродить эти царства. А если полностью их перекроить, то все, собственно говоря, здесь особо уже почва для сепаратизма. Ну, она если и будет, то она будет гораздо слабее. Вот, значит... И... Также для нас, для китаистов, важно, что именно... В эпоху цинь была проведена стандартизация во всех сферах жизни. Дело в том, что каждое царство имело... Имело полностью там, ну, может быть, не полностью, но, по крайней мере, весьма разношерстные системы. И этих самых мер веса, длины, размера и так далее. И иероглифика отличалась, допустим, чузская иероглифика, она сильно отличалась от остальных. Ну, и в итоге, собственно, вот ввели максимально стандартизованную систему. Систему и денежную, и всякую такую прочую. Поэтому тут все четко и понятно. Значит, сама династия оказалась не очень долговечной, но ее реформы оказались вполне... Такими вот... Направленными на века. Если мы с тобой, мы уже с тобой смотрели, да, эволюция китайской аэроглифики... Эволюция китайских аэроглифов... Эволюция китайской аэроглифов, ну пусть так будет. Вот, значит, смотри. У нас есть вот этот стиль... В принципе, в эпоху Шу... В эпоху Цинь продолжала бытовать активно вот эта вот стилистика малой печати Сяо Джоа. Но постепенно в Шу... Да что я фил Шу, ее хочу назвать. Постепенно в Цинь, да, вот возникает стиль Ли Шу. Ли Шу, который, в принципе, означает официальное письмо, да. Шу, понятно, это книга, но в данном Шу может быть... Как ты знаешь, каллиграфия, там тоже есть аэроглиф Шу. Поэтому Шу это не только книга. А Ли... Вот полный вариант, если мы возьмем сокращенный. То это у нас, собственно, порядочный, упорядоченный, систематизированный. Вот, и так далее. Ли Шу уже, в общем-то, близок к современной аэроглифике. И не кажется нам чем-то совершенно непонятным и страшным. Какой-нибудь аэроглиф Гуань. Ну, вот он, Гуань, здесь. И если ты сейчас забьешь его в словарь, то он у тебя тоже будет. Вот такой же, собственно, да. То есть, Гуан, он и есть Гуань. Вот. То есть, в принципе, Ли Шу, это, конечно, не полностью современный шрифт, но уже максимально на него похож. Вот начало пути к этому шрифту лежит царство Цинь. Хотя большую часть царства Цинь все еще все-таки продолжали многие писать старым вот этим стилем Сяо-Джуань, малая печать. Ну, как видишь, вот, Джуань-Шу, так называемые аэроглифы печати, они делятся на большую печать, да, Джуань, и малую печать, Сяо-Джуань. Вот. Ну, они, собственно говоря, такие аэроглифы еще странновастые немножко на наш взгляд. Вот. Но вот путем их изменения как раз добились вот этого Ли Шу. Поэтому для китаистов это, конечно, важно. Это важно, и это... Даже в отрыве от какой-то там глубинной истории вполне себе интересно и нужно. Значит, кроме этого, эпоха Цинь прославилась огромными стройками. Ну, и, конечно, самое, может быть, важное, это Великая Китайская Стена. Имея в виду, что Великая Стена, она строилась достаточно долго, но при этом имея в виду, что строилась она не на пустом месте. Ну, и тут надо уточнить несколько моментов. Во-первых, стена эпохи Цинь, она была совсем иная, нежели современная. Если современная стена выглядит типа вот так, вот, с башнями, с парапетами, то, на самом деле, это скорее стена более... Ну, это самое... Как сказать по-русски-то? Более средневековая, даже позднесредневековая. Ну, даже вот здесь, где она чуть более раздолбанная, тем не менее. А в основном стену строили в эпоху как раз Цинь-Шхуана несколько иначе. Ее брали следующим образом. Ну, тут лучше показать тебе. Только, наверное, у тебя звук не будет ловиться. Ну, сейчас. В общем, короче, как ее устроили. Я тебе потом скину видос в двух словах. Значит, бралась... Грунт брался, обычный такой грунт. Вот. Ну-ка, сейчас, может быть, в китайской Википедии есть. Более архаичная стена. От Циньской стены, в общем, как считается, ничего особо не осталось. А вот от Ханьской стены, ну, следующей династии, которая тут же рядом, от нее вроде как есть отдельные участки. Значит, суть какая? Значит, у нас проберется грунт рядышком тут. Он засыпается между досок. Это все дело травмуется. Вот. И таким образом возникает такая довольно страшненького вида, но очень прочная глинобитная стена. То есть, глинобитная стена, которая, собственно, тут нет. Ну, жалко. Сейчас попробуйте найти. Давай, зайдем в Google, поищем на китайском языке. Это всегда помогает. Так. Google. Ох. Хайдайв. Чанк-чанк. Вот. Вот она, родимая. Есть она. Вот что-то типа того. Ну, тут она, конечно, оплывшая уже. Ну, то есть, она была гораздо проще. Это была именно, скорее, стена. То есть, засыпается грунт, трамбуется, и в итоге его потом засыпают в следующий уровень, снова трамбуют. И так вот доски, это опалу какую-то поднимают. Она становится все выше и выше. И, в принципе, все становится нормально. Стена, имея в виду, была построена не всегда и далеко не везде. Она была построена как какой-то совершенно новый оборонительный вал. Она в значительной степени строилась по принципу доделывания, до стройки старых стен. Потому что традиция строить стены, особенно от северных кочевников, она была в Китае давно. И ее просто нужно было, так сказать, вывести на новый масштабный уровень. Вот. Цинь-Шихуан сносил стены, которые находились между государствами. Но, ну, теперь уже между частями единого государства. Но, вот, если речь идет про северные рубежи, то здесь он всячески поддерживал стены, которые здесь были, и доводил их, что называется, до ума. Вот. Это, конечно, важный момент. Они были, эти стены объединены, достроены и так далее. Значит, помимо этого, Цинь-Шихуан запланировал строительство дворца Эпан. Вот. Стень-Шихуан запланировал строительство дворца Эпан. Не тот Эпан. Сейчас, сейчас, сейчас. Дворец Эпан. Дворец Эпан. Он так, на самом деле, достроен не был. Вот. Тут грубейшая ошибка. Да, мы знаем, что... Эпан, да, Эпан, да. Он достроен так и не был. Тут ведь современная копия. Вот. И... Ну, это, тем не менее... Тем не менее, это, в общем, один из масштабных проектов великих строек. Кроме этого, Цинь-Шихуан старался построить сеть дорог. То есть, его стройки, они не были каким-то там бредом сумасшедшего, чтобы только потешить его о самолюбии. Отнюдь. Цинь-Шихуан как бы сейчас сказали, проводил важные инфраструктурные проекты, помимо прочего. То есть, он строил большие дороги, он строил каналы, и он строил, в общем, еще много чего. При этом, опять же, строил в том числе и стену. Ну, стена, по поводу, так сказать, фактического значения стены и ее роли, тут есть разные точки зрения, потому что некоторые исследователи, даже исследователи, считают, что стена, в общем-то, себя скорее не оправдала, что это скорее такая была масштабная стройка, которая ни к чему толком не привела. Ну, в общем, скорее, я не соглашусь с этим, потому что стена, понятное дело, что сама по себе она охранять не могла. Она была лишь опорой. И в те периоды, когда у Китая была сильная достаточно армия, которую можно было на этой стене разместить, она очень здорово и эффективно побеждала всяких кочевничков, которые пытались эту стену пересечь. В данной, ну, понятно, что там, где не очень нормально была организована оборона или и вовсе можно было подкупить местный гарнизон, то противник мог пройти. Но мы понимаем, что это не проблема стены, это проблема, так сказать, коррумпированности режима и так далее. Но никак не стены как таковой. Сама стена в этом, ну, мягко говоря, никак не повинна. Поэтому, в целом, стена была нормальной и определенную помощь оказывала. Вот. Она была не слишком высокой, но в целом ее более чем хватало для того, чтобы довольно эффективно прикрывать северную часть страны. Имея в виду, что иногда также ты можешь столкнуться с такой темой, что, дескать, стена это некая, ну, либо ее инопланетяне построили, либо ее вообще построили от китайцев. И если подчерстно, то Великая Стена, конечно, большая, безусловно, но есть проекты вполне с ней сопоставимые по размерам. Допустим, в Северной Британии есть Адрианов вал. Ну, ныне от него сохранилось не так много, но, в общем, каменная стена, которая была построена, ну, даже два вала, вал сначала Адриана, потом вал Антонина, который пересекал в узких местах, ну, сравнительно узких, ну, Северную Англию и Южную Шотландию в этот регион. Вот. То есть, это вполне себе сопоставимый проект. Конечно, она покороче, но ее и строили, извини меня, у черта на рогах, там, на самом окраине Римской империи. Поэтому, в принципе, ничего сверх невозможного в строительстве из Китайской стены не было. Тем более, повторюсь, строили ее в тот момент максимально простым, хотя и очень трудозатратным способом. Насыпь землицы, утрамбуй землицу, поднял доски опалубки, утрамбовал следующий слой и так трамбуй до бесконечности. Это, конечно, способ, требующий очень много усилий, но население у Циньшихвандии было, поэтому он, собственно говоря, мог его мобилизовать на все эти большие строки. Вот. Также был построен канал Линцюй, Линцюй, который 36 километров занимает, вот, который создал, соединил реку Сяньзян, с рекой Ли. Вот. Ну, в принципе, это тоже важно. Вот. Дворец Ипан, про который я говорил. Вот. Ну, в общем, такой вот довольно-таки масштабный проект. Периодически император отправлялся в инспекционные поездки по своей стране, по своей стране. Вот. Ну, при этом он был довольно специфический. Дядька, я тебе уже говорил, что эта эпоха и вообще царство Цинь это скорее такой оплот легизма, но это что касается жизни именно экономической, политической. А вот если мы говорим про жизнь культурную, то сам для себя Цинь Шихуан считал весьма достойным делом вот это самое. Он считал для себя очень достойным делом обретение бессмертия. обретение бессмертия. Вот. И к этому стремился. И опять же довольно активно пользовался услугами всяких разных товарищей даосов, которые его поили всякими разными не очень проверенными лекарствами и средствами. Есть мнение, что он не так много прожил, а он реально умер. Ну, не то, чтобы прям молодым, конечно, но еще до 50 не дожил. То есть мог вполне прожить в те времена люди жили и побольше. Вот. и он могли жить по крайней мере. И вот он, собственно говоря, помер в том числе возможно, потому что слишком налегал на бессмертие. Вот. Все-таки всякие непроверенные средства, они могут быть опасны. И вот это, что касается поисков бессмертия. С всякими разными оппозиционными учениями он был достаточно жесток. Ну, по преданию он расправился с конфуцианствами и закопал 450 человек в землю. Возможно, что в этом есть некоторое преувеличение, потому что, как всегда бывает, мы с тобой еще в самом начале говорили про исторические источники, источники у нас позднейшие в основном. Циньских источников у нас почти нет. И раз это так, следующая эпоха, эпоха Хайн, которая не напрямую, но все-таки была построена на руинах циньской эпохи, на самом деле, конечно, может быть, в некоторых местах пыталась сгустить краски над какими-то нехорошими деяниями, нелицеприятными деяниями цинь. Ну, дело темное. В итоге попытки уничтожения книг, по крайней мере, значительного количества, кроме книг о сельском хозяйстве, медицине и гаданиях, вот, а также хроники собственно циньской династии, действительно, тут не приходится сомневаться, что довольно много источников было уничтожено. Поэтому, конечно, ежели бы до нас дошли какие-нибудь хроники вот этих удельных царств, которые были в то время, которые, собственно, завоевали циньцы в свое время, то, наверное, нам было бы гораздо лучше, потому что историю восстановить этих царств было бы проще. Но, к сожалению, этого не произошло, они, в общем, отчасти, может быть, не столько Цинь-Шипуан виноват, там потом разгорится гражданская война, которая это все дело серьезно, опять же, усложнит, но все-таки очевидно, приложила к этому руку циньская война. В общем, Цинь-Шипуан, в принципе, был парень активный, как я уже сказал, ездил по стране, и в один прекрасный момент он умер. Умер в своей повозке, ну, не в повозке, в своем экипаже, вот, и это создало довольно сложную ситуацию. Это создало довольно сложную ситуацию, когда, ну, в общем, сановники задумались, а кто же будет дальше править. И дело в том, что они обманом отстранили и в итоге фактически устранили из жизни старшего сына Цинь-Шихуана, которому, по идее, должен был перейти трон, и на трон зашел младший сын, который, в общем, уже, конечно, не обладал необходимыми навыками. В историю он вошел как Эр-Ши-Хуан-Ди, ну, потому что его отец, он Цинь-Ши-Хуан-Ди, Ши, как начинать, на которой Кхай-Ши, Цинь-Ши, то есть, Цинь-Ши, ну, или начальный император, император. А этот был, соответственно, второй Цинь-Ши-Хуан-Ди, император. Вот, он правил совсем недолго, в течение трех лет, вот, но, не сказать, чтобы слишком удачно. Вот, в итоге, два, я уже говорил, приближенных Цинь-Ши-Хуана, после его смерти Джао-Гао и Ли Сы, продвинули, как раз, не старшего, а младшего, на престол. В это время начинается уже развал страны. В итоге, страной фактически правит Евну-Чао-Гао, вот, он не слишком успешен, и в итоге, в стране начинаются войнушки. Войнушки, в том числе, попытки восстановить, попытки восстановить государство Чу. Вот, и здесь 209-206 Чу временно восстановлено. восстановлено. А вот, и, собственно говоря, одним из лидеров этого является Чен Ше. Но он был не единственный, и, надо сказать, не самый, даже, может быть, известный из деятелей того времени. Потому что еще поднимается Убуан, и Ба-Любан. наиболее, так сказать, успешным будет именно Люба. После того, как Эр Ше Хуан приказал долго жить, что это называется, его преемником становится Цзи Ин. Цзи Ин это человек, который уже не брал на себя титула Хуан-Ди, хотя посмертно его все-таки назвали Цзи Инский Сан Ше Хуан-Ди, но, однако, он уже не контролировал большую часть страны, правил он совсем недолго, вот, ну, и вообще его правление, правлением-то назвать довольно сложно. Значит, ситуация сложилась следующая. Основными такими полевыми командирами, которые действовали на территории бывшей империи, были Любан и Сян Юй. Вот те, которых я перечислил до этого, они тоже были, конечно, но это все-таки немножко меньшего масштаба ребята. Значит, вот Сян Юй, генерал, выходец из аристократии, как считается, он как раз занял большую часть территории, назначал ванов и прочую аристократию по Китаю, вот, и как раз в это время была, существовала, короче говоря, такая вот эфемерная часть династия Чу, и так далее. Ну, в общем, такой вот активный дядька. С одной стороны, он, этот Сян Юй, был человеком такой, воспевается в Китае отчасти как человек таких рыцарских качеств, но при этом он такой, в общем, был достаточно жестокий товарищ, считается, что он в значительной степени добил всю вот эту оставшуюся семейство этих самых поднаследников Циньшихуана. Вот, ну, и, собственно, Цзиина самого. Его сначала союзником, но затем оппонентом стал Любан. Любан был по происхождению гораздо проще, он был вообще сельский староста, и, как считается, на восстание его сподвигло не какое-то там особо революционное сознание, просто он шел с группой своих крестьян на какие-то общественные работы очередные, хоть канал копать, а тут, значит, половодье, и он не успевал в срок прибыть на место. А это каралось очень жестоко, поэтому для того, чтобы не получить по голове, он избрал путь повстанца. А тут как раз все начало разваливаться, и он как раз оказался в теме. Он был гораздо ближе к простому народу, такой, в общем, дядька регулярного образования по тем временам скорее не получивший, но все же весьма и весьма неопределенные салатами. В общем, в итоге он победит в этой борьбе. Вот, Сян Юй вроде бы крутой, но все-таки в итоге Сян Юй проиграет. вот, и как раз победа осталась у Любана. Вот, в битве при Гайся в 203 году Сян Юй терпит поражение, вот, Любан его схватил, династия Чу была ликвидирована, вот, и вот там в общем писал стихи и так далее. Такой своеобразный товарищ, он с одной стороны был вроде бы таким героем, может быть, предыдущей эпохи, эпохи сражающейся царств, в какой-то степени пытался ее возродить, пытался там возрождать вот эти старые царства, но, ну правда, в несколько клинных границах. Но в итоге он пал и к власти пришел Любан. Любан считается первым императором династии Хань. Собственно, он правил с 202 по 195 годы. Правда, надо понимать, что его правление Гао Цзу это тронное имя, вообще он Любан. Он, конечно же, ну вообще сыграл огромную роль, потому что династия Хань это та самая, которая дает нам собственно сам вот этот вот этноним китайцев, но сам он правил еще в период, когда шло довольно активное подавление всяких выступлений. Итак, мы с тобой проговорили, что с 221 по 206, ну правда к 206 все уже разваливалось очень сильно, но тем не менее, у нас правило династия Цинь, которая охватывала огромную, ну по тем временам, территорию, густонаселенную, вот, и честь и хвала, что называется, но под гнетом внутренних проблем, в том числе под давлением всяких разных внутренних противостояний, она впадает в определенный такой, какой-то, в общем, в определенный кризис, и на ее руинах возникает империя Хань, с тем самым Хань, который у нас есть. Инастия Хань будет править 230 примерно лет, с 206 по 220, вот, это делает ее достаточно долгоиграющей и важной, вот, ну и в следующий раз мы уже будем говорить про нее. Вот такие дела, вопросы есть? Раз, нет, нет, так, ослышал, да, это дальше, нет, троицарство это потом, троицарство это когда династия Хань будет накрываться, это вот то, что я тебе говорил, 220 год, вот это вот ближе сюда, то есть это мы с тобой в начале династии Хань, а троицарство будет в конце, вот, мы до него, ну, наверное, через одно или два занятия, ну, наверное, Хань у нас может быть съест целое занятие, ну, может быть, доберемся и до этого, посмотрим. Ладно, все, подруга, на следующий раз когда планируемся? Сегодня 5. Ну, свяжемся, хорошо, я в понедельник буду в, а, ну, в понедельник буду, в общем, свяжемся, я думаю, что найдем все, давай, на следующий раз на этом.